Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Платить вовремя. В республике сокращается число предприятий-должников. За чужой счет. Несовершенство закона доставляет неудобства добросовестным плательщикам. Путевка в лето. В столице республики стартует прием заявок в детские оздоровительные лагеря. Сохранение численности работников, высокая производительность труда и своевременно выплаченная заработная плата. Вот показатели стабильной работы любого предприятия. Но не все могут поставить себе это в заслугу. Есть и недобросовестные работодатели. Сегодня об этом говорили на заседании комиссии по выплате зарплаты и снижению неформальной занятости. Контрольно-надзорные органы в ходе своих проверок постоянно выявляют нарушение трудового кодекса в части невыплаты заработной платы. Сформирован так называемый черный список недобросовестных работодателей. По состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате в шести организациях составила 13,45 миллиона рублей перед 249 работниками. Специалисты признают, что эту ситуацию усугубили ограничительные меры, введенные в связи с пандемией. К примеру, серьезно пострадала птицефабрика в Урмарах. Львиная доля их продаж – экспорт. В связи с закрытием границ предприятие осталось в убытке. Недостаточно активно вы проводите работу, в том числе с дебиторами, и вот о ваших проблемах об отключении света, о невнесении в социальное значимое предприятие, вот мы с вами лично не беседовали. В прокуратуре я курирую данное направление. Вы как-то варитесь в собственном соку. Вам необходимо самому более активно решать эти вопросы и с министерством сельского хозяйства. Не лучшая ситуация и на заводе низкотемпературных холодильников. На сегодня задолженность по зарплате по текущим платежам у нас 7,5 миллионов рублей и за регистровая сумма 600 тысяч рублей. Планируется погашать задолженность 7,5 миллионов рублей, это текущие платежи в первом полугодии этого года за счет имущества, движимого имущества завода. А 600 тысяч рублей, это регистровая задолженность, планируется погашать после реализации самого завода. Пошагово работают над погашением задолженности в домостроительном комбинате СУР. Информацию все предоставляют прокуратуру еженедельно. За февраль задолженность минимальная осталась, гасится. И март еще не начислено, но выплачивается еженедельно. Строительство начинается, пандемия вроде успокаивается, поэтому ситуация выруливается в положительные динамики. Напомним, что с 1 июля прошлого года в республике действует специальный налоговый режим. Воспользоваться этим правом могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Налог заменяет кассу и отчетность. Для перехода на уплату данного налога необходимо соблюдать следующие условия. Во-первых, предельный размер дохода ограничен у нас суммой в 2,4 миллиона рублей в год. Получение дохода должно быть однозначно от самостоятельного ведения деятельности, от использования или использования имущества. Это могут быть такие виды деятельности, как удаленная работа через электронные площадки, оказание косметологических услуг, сдача в аренду помещений, жилых, нежилых и так далее. Самое главное условие – это ведение деятельности должно осуществляться без привлечения работодателями наемных работников. В качестве самозанятых на указанный период зарегистрировались более 14 тысяч человек. Из них около 10 тысяч ведут свою деятельность в Чувашии. В большинстве случаев они занимаются транспортными перевозками и продажами своей продукции. По словам Марины Петровой, налог на профессиональный доход показал свою эффективность. А значит, работа в этом направлении продолжится. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Бахтия Арвелиев, Республика. Куда пойти учиться после школы? Как выбрать специальности? Какие профессии сегодня наиболее востребованы? Выпускники школ сейчас стоят перед серьезным выбором. Для них высшие учебные заведения с 7 апреля проводят Дни открытых дверей. В Центре одаренных детей и молодежи Эдкер состоялся брифинг ректоров вузов Чувашии. На связи с ними в режиме онлайн были и будущие абитуриенты. К прямой трансляции подключились более 300 школ со всей республики. Обращаясь к выпускникам, профильный министр Алла Салаева акцентировала внимание на том, что от их выбора сегодня зависит будущее всей республики. Ведь специалисты высокого уровня – основа развития экономики всего региона. У Чувашской республики замечательный потенциал. Это наша с вами Родина. И впереди у вас, конечно, стоит серьезный выбор. Поехать куда-то или выбрать высшее учебное заведение здесь. Наши предприятия вас заинтересованы, и мы с вами вместе готовы отстроить вашу личную траекторию развития, подобрать интересные проекты, включить поддержку и с точки зрения стипендий, и с точки зрения дополнительных условий. Вы нашей республике нужны. За круглым столом руководители крупнейших вузов республики. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов по всем отраслям. Ректоры детально рассказали об условиях приема, направлениях подготовки, преимуществах. На экране для особой наглядности ролики, которые подготовили студенты для абитуриентов. Прокачать вас ли в науке или навыки в медиа, поскорить всех своим творчеством или добрыми делами покоритель груз и найти новых друзей, множество путей в одном универе. Параллельно в чате прямой трансляции учащиеся школы родители задавали ректорам волнующие вопросы. Могут ли студенты чувашских вузов стажироваться за рубежом? Изменится ли в этом году порядок приема вуза и... Какие самые востребованные специальности в Чувашии до сегодня? Какие профессии будут востребованы через пять лет? Чувашия и Чебоксара – это зона, город, релестроение, флагминг российской электротехники. Это инженерные направления. И строительство, и машиностроение, и радиоэлектроника, и энергетика, и электротехника. Все они пользуются достаточно высоким спросом. Градообразующие предприятия с высоким уровнем зарплаты всегда нуждаются в кадрах. Также в перечень востребованных добавятся цифровые компетенции, причем абсолютно во всех отраслях. Что касается сдачи ЕГЭ, то здесь внесены некоторые поправки. Впервые сдают их только те, кто действительно принял для себя решение поступать в вуз. Кроме того, если раньше ребята строго сдавали русский, математику и профильные предметы, сегодня есть новшество, благодаря которому у абитуриента возможность поступить в высшее учебное заведение возрастает. Русский и профильный математик обязательно. Но если ты сдавал еще экзамен по информатике, помимо физики, ты можешь принести лучший результат. Либо по информатике, либо по физике. Вот мы видим, что в прошлом году у нас 687 ребят сдавали информатику. В этом году уже будет более 1100. То есть вот это тот самый резкий рост, и мы понимаем, что это тренд, который сегодня актуальный. Они чувствуют в этом силу. И все же лучше один раз увидеть. В дни открытых дверей можно будет поближе познакомиться с педагогами вузов и уже более осознанно сделать свой выбор. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Ежегодно в весенний период на дорогах образуются глубокие ямы. Даже там, где недавно был проведен ремонт. Арбитражный суд Чувашии обязал одного из подрядчиков провести гарантийный ремонт своих участков. Компания «Водорстрой» ремонтировала городские дороги с 2017 по 2019 годы. На их счету 28 гарантийных участков. На дорогах по улицам Фучика, Николаева, Энтузиастов и Московскому проспекту уже появились ямы и выбоины. По условиям контракта подрядчик должен самостоятельно устранять недостатки в течение пяти лет после момента ремонта. С января месяца прошлого года написано достаточно много обращений, более шести обращений подрядной организации. Никаких реакций на устранение дефектов нет. В июле 2020 года мы были вынуждены обратиться в суд об обязании подрядной организации выполнить гарантийный ремонт. До февраля 2021 года были судебные разбирательства. В марте мы получили исполнительный лист. И сейчас этот исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для обязания подрядной организации выполнить гарантийный ремонт. Причины дефектов – покрытие, нарушение нормативов укладки асфальта. Работу необходимо проводить только в сухую погоду, однако щебень укладывали в дождь. Это не гостовский асфальт. И такой асфальт, литой асфальт, применяется только для временного, как временная пломба. Чтобы аварий не было. А уже в гарантийном паспорте они должны устранить тем асфальтом, который написан в гарантийном паспорте. Эти большие ямы должны залатать литым асфальтом для обеспечения безопасного проезда по трассным средствам. А уже в период межсезонья, в летний период, они должны применять горячий асфальт-бетон, который применялся при ремонте, ну, в основном ремонте. За невыполнение условий контракта водоростроя штрафовали на 210 тысяч рублей. Кроме того, он обязан в ближайшее время за свой счет устранить все недостатки на гарантийных участках. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика. Любого жителя нашей страны, имеющего распространенную фамилию, может настигнуть расплата по чужим долгам. Закон, призванный защитить добросовестных плательщиков, работает не в полную силу. Федеральный реестр полных тезок, которые собирались создать в службе судебных приставов, так и не заработал. Поэтому пострадавших по вине однофамильцев-неплательщиков меньше не становится. Счета, счета, счета. За квартиру, за машину, а тут еще и чужие долги оплачивать. Несколько лет Александр Иванов испытывает различные неудобства из-за долгов своего полного тезки, жителя Тюменской области. Помимо инициалов, у двойника такая же дата рождения. Совпадает все – число, месяц и год. Впервые это обнаружил в 2017 году при получении полиса ОМС. Александру Сергеевичу сообщили, что якобы он его уже получил, только в Тюмени. Спустя два года пришлось потрудиться, чтобы продать машину. А из-за того, что у тезки есть своя жилплощадь, чуть не отказали в получении субсидий по программе «Молодая семья». И это еще не все. Судебные приставы стали арестовывать банковские счета и списывать с них средства. Долгов у тезки набралось на сумму свыше 30 тысяч. И этот хвост продолжает расти. Я побежал быстро в банк, написал заявление, что списание средств было ошибочным. Я предоставил свои документы, зашел на сайт судебных приставов, предоставил выписку о списке долгов на человека в Тюмени. А я нахожусь здесь, вот мои документы. Мне самому лично непонятно, почему такая ошибка происходит. У нас совершенно разные номера СНИЛС, ИНН, серия номер паспорта. В данной ситуации можно составить письменное обращение в банк или кредитную организацию и в службу судебных приставов. Не так давно появился еще один действенный метод. В нашем управлении работает телефон горячей линии. Это номер телефона 3062-36, по которому вы можете обратиться в рабочие дни. Вам необходимо будет предоставить судебному приставу исполнителю копии своего паспорта ИНН с НИЛС. После того, как пристав убедится, что вы не должник по исполнительному производству, он примет меры по снятию запретов. И в случае, если было списание денежных средств, он вернет эти денежные средства. В случае неудачи остается подать исковое заявление в суд. Исключить подобные ситуации, я думаю, могло бы позволить расширение списка идентификаторов должника. Например, если бы в судебном приказе изначально обязательно указывался либо СНИЛС, либо ИНН, либо это серия и номер документов удостоверяющего личность гражданина, то подобные ситуации они бы исключились бы. Такой закон действительно в Российской Федерации, он был принят еще в конце 2018 года, но пока его действия в части именно как раз-таки положений, обязательности указания одного из вот этих вот вышеперечисленных мной идентификаторов приостановлены пока до 1 января 2022 года. По мнению юриста, пока проблема не решится на законодательном уровне, добросовестные налогоплательщики могут и в последующем сталкиваться с подобными проблемами. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошеин, Дмитрий Салманов, Андрей Шоклев, Республика. В Республике начался прием заявок на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря. Открыли компанию Новочебоксарск, Канаж и Канажский район, а 10 апреля очередь в столице Чувашии. Регистрация заявлений будет осуществляться в единой автоматизированной системе. Всего летом 2021 года будут работать три муниципальных загородных лагеря, 32 лагеря с дневным пребыванием и 34 группы кратковременного пребывания. Новшество в этом году будет заключаться в том, что будут предоставлены в автоматизированной системе только три наших муниципальных лагеря, это «Волна, Березка и Бригантина». Всего мы предусматриваем семь смен за летний период. Смены будут делиться на профильные на 10-11 дней. Ну и вторая смена, самая мы ожидаем теплая, будет полноценной на 21 день. Всего мы хотим охватить до трех тысяч наших учащихся города Чебоксары летним отдыхом именно в загородных лагерях. Для того, чтобы подать заявление, родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок. Оператор поможет правильно оформить комплект документов и ввести их в систему. Подача заявлений в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в системе Е-услуги. После того, как заявление будет зарегистрировано, полный пакет документов с копиями свидетельства о рождении ребенка будет сформирован в отдельный пакет и будут ждать они уже, когда придет объявление о том, что нужно выкупить соответствующую путевку, на которую они подали заявку. С 17 апреля заявки будут приниматься по всей республике, а первая смена в лагерях начнется 1 июня. Ольга Семенова, Дмитрий Солманов, Республика. 10 апреля Республика присоединится к всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» уже в девятый раз. Написать диктант можно на пяти площадках. В Национальной библиотеке Чувашии, Новом корпусе Чувгу, школе имени Николаева в Шоршелах, гимназии номер 6 в Новочебоксарске. Начало диктанта в 14.00. В этом году принять в нем участие можно тремя способами. Очно, на одной из площадок, в форматах «Пишем дома», под диктовку во время трансляции на сайте. Оценки в этом случае не выставляются. Или онлайн. Печатают текст в специальном окне на странице трансляции. Для очного написания диктанта нужно зарегистрироваться на сайте проекта. В Чувашии этим летом планируют запустить речной маршрут Чебоксары-Казань. Напомним, поставить на него планирует один из трех Валдаев. Сейчас ведется работа по организации межрегионального маршрута с туристическими остановками, которые будут иметь также туристическую привлекательность. Соответствующее распоряжение будет подписано после 20 апреля. Жители Чувашии уже выбрали имя для одного из речных судов. Его назовут в честь нашего земляка, кораблестроителя Алексея Крылова. Республиканское книжное издательство выпустило книгу «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство сурского и казанского оборонительных рубежей». В Чувашском академическом драмтеатре прошла презентация научно-популярного издания. Подробности узнаем у наших коллег. Татьяна, добрый вечер. Расскажи о книге и презентации. Добрый вечер. Книга поистине уникальна. В ней используются архивные документы и фотографии участников того строительства. Трогательные воспоминания, схемы и карты рубежей. И издание поможет раскрыть неизвестные факты из истории массового трудового подвига жителей республики. Над изданием работал коллектив авторов – доценты ЧГУ Олег Андреев и Марина Широкова, доцент Педуниверситета Евгений Касимов и заместитель директора Государственного исторического архива Фёдор Козлов. Наша совместная работа, наш коллектив – четыре человека, так скажем, экипаж, как в танке четыре человека. Мы дружно начали прошлым летом в июне, сначала собравшись под общим руководством тогда руководителем ЧГУ Олега издата Светланы Анатольевны Каликовой. И мы собрались перед отпуском. И собравшись, определились с названием точно, соответственно, план выработали и соответствующим образом распределили наши задачи, кто какую задачу будет решать. Но при этом, когда мы проделывали определенную работу, то неизменно собирались или обменивались информацией и, соответственно, подвергали информации взаимопроверки. Так, чтобы выявлять не только стилистические, но, прежде всего, фактические недочеты и какой информации не хватает, на что обращать внимание. И таким образом вырабатывали взаимные рекомендации, обменивались, и таким образом от достигнутого рубежа шли дальше. И таким образом мы, собираясь в определенное время, обсудив и решив конкретные задачи, дальше двигались по выполнению нашей работы. И в итоге, по сути, уже в конце 2020 года значительная степень работы была выполнена. Подвиг Тружеников Чуваши наиболее полное на сегодняшний день научное исследование истории строительства в 1941-1942 годах оборонительных рубежей в нашем регионе. Завершилась презентация премьеры спектакля «Счастье горькое». Постановка подготовлена по мотивам рассказов чувашской писательницы Юлии Николаевой и посвящена строителям рубежей. Издание уже поступило в продажу, и, как говорят организаторы, из тысячи экземпляров осталось уже 200. Книга адресована детям и их родителям, и разные поколения смогут вместе приобщиться к истории малой родины и страны в целом. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Таковы главные новости четверга, 8 апреля. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова